Друзья, всем привет! С вами сегодня новогодний олень Оля. Будем говорить с вами о чем-то интересном. Я сегодня хочу сделать небольшой эксперимент и записать видео без петлички, потому что стало приходить много обратной связи по поводу того, что у меня разъезжается звукокартинка. И я, к сожалению, с этим ничего сделать не могу, потому что я отдельно записываю звук на одну программу, видео я записываю на айфон, и в итоге получается говно. Потому что очень сложно свести звук и картинку так, чтобы звук попадал в рот, в губы. Ну, вы поняли, короче. Вот, поэтому я придумала, как решить эту проблему, но решение проблемы ко мне придет только 11 декабря. А сегодня седьмое, и я, короче, контент у меня уже закончился. И я понимаю, что лучше снимать регулярно видео не супер высокого качества, при том, что у меня есть для этого прям хорошее объяснение того, что, типа, ребят, ну вот я насколько могу тестировать в эти видео, вот настолько я и снимаю. К сожалению, пока так. Конечно же, у меня есть обертка от маунта, и мечта, чтобы у меня была какая-то отдельная студия, в которой я могла бы снимать ролики, в котором у меня было бы мое какое-то бьюти-место, там, типа, с красивым фоном и так далее. Но, к сожалению, пока я не могу себе этого позволить, потому что... Ну, это есть ряд причин. Это очень большие инвестиции. Даже отказаться, например, от съемки на айфон, это тоже инвестиция, которую я пока не могу себе позволить, потому что тот же айфон мне тоже надо менять, потому что ему уже три года в этом году. Вот. И... Извините, рога убегают. Вот. И это стоит тоже денег, при том, что телефон — это мой основной инструмент для работы, кстати. Если кому интересно, как вообще, с помощью каких гаджетов я могу управлять проектами, на самом деле я могу управлять проектами, даже вообще не имея ноутбуков, все делая просто с телефона либо с планшета. И на самом деле для нормального управления проектами это ок. То есть, типа, иметь ноутбук только для того, чтобы периодически составлять графики, но если ты работаешь, не знаю, в коньжире или в битриксе, в хорошо настроенном, то, по большому счету, тебе ничего и не надо. Ты можешь работать просто через приложение, и все, у тебя будет ток. Вот. Но это все лирика. Я хотела поговорить по поводу стрессоустойчивости, как вообще ее вырастить, откуда у меня она такая, какая она есть. Вот. И, ну, как бы, какие есть подводные камни у этого. Давайте начнем, наверное, с того, как вообще я стала, ну, как, с чего я вообще взяла, что я стрессоустойчивая. У меня по жизни так получается, что есть очень много каких-то мероприятий, где мне приходится держать удар. Ну, то есть, так как я давно очень работаю руководителем проектов, так как я очень давно работаю бизнес-аналитиком, то, как вы понимаете, у меня очень часто бывает такое, что мне приходится согласовывать всякое барахло. Вот. А согласование – это не всегда. Я бы даже сказала, в 90% случаев, когда ты приходишь с каким-то, с гениальной идеей, тебе говорят, слушай, Миша, все хуйня, переделывай. И ты такой, типа, блядь, и идешь, переделываешь. Вот. И на самом деле я была на очень крутом митапе от Крока, я все никак не смонтирую это видео, где я задала прямой вопрос, там сидит, значит, такой, пизда, ты чувак, который только, типа, блядь, я вообще повелитель просто управления проектами, и я ему задала вопрос, я не помню уже, как его зовут, я ему такая, типа, чувак, скажи, пожалуйста, как пережить неудачный проект? И, как вы понимаете, я не получила на это никакого ответа, потому что, к сожалению, к сожалению, рынок такой, что большая часть проектов, которые запускаются, ну, то есть с момента типа, а давайте, было бы не хуёво сделать вот это, тут хуяко появляется проект, они, к сожалению, неудачные. И нужно очень много факторов, чтобы вообще, очень много векторов сошлось в одном месте для того, чтобы проект получился удачным. Очень много факторов на это влияет, и для этого существуют всякие хреновины, которые называются проектное управление, которое тебе рассказывает про то, что, типа, там надо подобрать правильные ресурсы, рассчитать грамотно графики, вовремя эти ресурсы включать и выключать, то, чем в основном и занимается руководитель проектов. Очень много внешних факторов может влиять, потому что в связи там с геополитическими событиями загнулось достаточное количество проектов. Но с обратной стороны появилось много других проектов. Ну, не знаю, например, там у нас была популярна основная система управления компаниями САП, которая ушла с рынка после того, как начались последние геополитические события год назад, полтора года назад, которые начались, или больше, почти два, короче. Но очень сильно взлетела в 1С. Очень сильно взлетела 1С. Причем не просто поперли продажи, но и сама 1С уже стала другой. Это уже не усложненный Excel. У них куча технологий новых появилась, там в том числе распознавание, data science у них очень сильно продвинулся, там всякие искусственные интеллекты и так далее. И это открыло возможности для компаний, которые 1С, собственно говоря, внедряют. И получилось так, что закрылась одна дверь, открылась другая. Поэтому я 1С очень люблю, потому что она очень комплиментарна российскому рынку. И она очень нам подходит. Что хочется сказать по поводу стрессов? Я к чему все веду? К тому, что на самом деле, вот если посмотреть там общее количество проектов, которые там типа от идеи было бы нехерово до конца реализации, ну, процентов 80, наверное, получаются, ну, это моя личная оценка такая, знаете, шапка водород. Они неудачные, потому что, там, не знаю, нам было бы нехерово внедрить там, не знаю, новую систему управления, то ресурс какой-то ушел в какой-то момент, то вовремя не видели ли денег, то, не знаю, упустили где-то сроки, то у тебя ушел ключевой сотрудник, то у тебя заказчик-долбоеб. Ну, короче, до хрена событий, которые вообще на это влияют. И большую часть ты даже не сможешь просчитать, потому что ты, у тебя на входе, например, ты когда входишь в новый проект, не можешь, знаешь, у тебя начальник, там, начальник, например, или заказчик-долбоеб, ты это узнаешь только тогда, когда ты проработаешь в этом проекте порядка четырех месяцев. При этом четыре месяца, если ты работаешь в какой-нибудь компании, которая работает больше, наверное, десяти лет, из них ты будешь отрабатывать дедовщину, потому что ты придешь такой, у меня есть охуенные дети, вот говорят, слушай, мы эту идею выдвигали там лет назад, и у нас ее не приняли. Вот, и у тебя 90% твоих идей, они вот так вот будут порезаны. Вот, плюс ко всему нужно будет отставить авторитет перед персоналом. Ну, короче, и это все очень стрессовая среда, суперстрессовая среда. Как я с этим совсем справляюсь? Первое. Я все воспринимаю как игру. Ну, то есть, я... И, конечно, на совещаниях я сижу такая, типа, на серьезных щах, такая вся из себя... Ольга Владимировна, снимаю уши. Вот, но... Если мы с вами говорим про реальную работу, то есть, типа, я такая, типа, так, вот я влазю в этот проект, я прокачаюсь здесь до вот такого-то уровня. И тогда сам... Ну, тут есть обратная сторона, когда ты прокачиваешься до этого уровня, и мне обычно этот проект уже неинтересен. Вот, пожалуй, у меня сейчас такая же ситуация на текущем месте работы, потому что такая, типа, так, если я научусь управлять этим говном, которым я управляю сейчас, то, в принципе, все, жизнь моя удалась. Можно просить тебе, там, определенный уровень зарплаты, и, типа, все, уема быть. Но, к сожалению... А, и, к счастью, рынок мне готов предложить эту сумму. Вот, но, к сожалению, для моего работодателя меня уже сейчас на текущем месте работы не удержать, потому что я понимаю, что тот опыт, эту игру, которую я хотела пройти, я уже ее прошла. То есть я прокачала своего внутреннего персонажа, руководителя проектов, до такой степени, что мне дальше уже будет работать неинтересно. Вот, но это очень хорошо позволяет справляться со стрессом. Второе, что мне помогает, конечно же, психологическая помощь. Я регулярно слежу за своей психологической гигиеной. Я обращаюсь, не стесняюсь обращаться к специалистам, если я зашла в какую-то трудную ситуацию, тупиковую. И психолог никогда не дает советов и коуч, но он настолько грамотный, если это хороший психолог и хороший коуч, я уже говорила, если нужны контакты, пишите в мой телеграм-канал, я вам дам контакты, либо здесь, в комментариях, как-нибудь состыкуемся. Это не реклама. Я у них работаю за абсолютно полную стоимость. Я являюсь таким же клиентом, и это вообще мой жизненный принцип, что если я что-то покупаю у друзей, я никогда не прошу скидки, я все покупаю за полную стоимость. Это прям принципиально. И если возможно с друзьями не работать, я не работаю. Но моя психолог и мой коуч, это не мои друзья, это люди, которых я нанимаю для оказания мне определенных услуг. Давайте вернемся обратно. Это очень хорошо помогает психологическая помощь переживать самые кризисные ситуации. И психолог обычно дает алгоритм того, как это можно пережить. То есть она дает специальные упражнения, рекомендации для того, чтобы вы могли, возможно, как-то физиологически справиться со стрессом, не прибегая к быстрому дофамину в лице алкоголя, наркотиков, беспорядочных сексуальных, то есть без привлечения того, что вам даст быстрый дофамин и разрушит вашу физиологию. То есть это основная задача психолога в этот момент. Поэтому я могу прийти к Елизавете, к своей сказать, Елизавета, у нас кризисная ситуация, мне нужно то-то, то-то. И мы с ней начинаем это дело отрабатывать. Иногда у меня бывает такое, что меня нужно позеркалить. Я очень часто этот момент проигрываю с друзьями, но понимаете, друзья, меня мои друзья очень любят. И они очень часто дают советы, исходя из любви ко мне. И они не всегда объективны. А вот тогда, когда ты общаешься с психологом, и она тебе задает вопрос, или он тебе задает вопрос, типа, что будет вот в этом случае, что будет вот в этом случае, она вот именно как такой риск-менеджер тире бизнес-аналитик, который может вам в любой ситуации помочь принять решение именно за счет хорошего, грамотного аудита. Поэтому я прям рекомендую обращаться, не обязательно там к моим девушкам, с которыми я работаю, дохрена на рынке, но это помогает мне поддерживать себя в более или менее стабильном состоянии. Потому что мне вообще в последнее время очень много приходит обратная связь от коллег, о том, что типа, Оля, ты так держишь удар, а я сижу просто с каменным лицом, я готова их всех просто уебать, этих пузыков, которые мне не дают нормально работать, но при этом я стараюсь не показывать каких-то лишних эмоций. У нас есть в компании возможность давать обратную связь, которая хуёво работает на самом деле, давать обратную связь коллегам и за счёт этого сбросить пар, но тоже не всегда помогает на самом деле. Когда ты сидишь в моменте, и тебе начинают у тебя водить, задавать вопросы. У меня есть очень тяжёлый проект, там, где у меня очень тяжёлые отношения с коллегами у всех, потому что там есть чувак, который постоянно обещает и не делает, и уже мы на него влияли и так, и всяко-напрекосяк, не знаю, только в колено я ему не стреляла, а в остальном как бы я все усилия приложила для того, чтобы там одна задача была выполнена. И мы с ней ебёмся уже просто полгода, и всё никак. То есть, типа, там ситуация такая, что мы готовим данные для того, чтобы выполнить задачу, приходим и такой, а мы вот это ещё сделаем. И такие, типа, блядь, чувак, ну это уже не было в изначальном тезон. Такое, ну мы сейчас рассчитаем, там будут большие расхождения, нам придёт негативная связь, обратная связь от бизнеса, там туда-сюда. Ну, короче, вот какие-то такие истории. И это прям очень тяжело психологически, потому что я очень много эмоционально вложилась в эту задачу. И вот этот стресс в какой-то момент меня сломал. И тут есть ещё один способ борьбы со стрессом, это уходить из проектов, которые вас не удовлетворяют. Есть вероятность того, что вы в какой-то момент выровняетесь в этих проектах, то есть вы станете быть, там, не знаю, идти по графику, у вас всё станет классно. Но понимаете, в чём тут фигня? Пока вы ждёте, что вы вот сейчас получите вот этот дофамин, за счёт выполненной задачи, у вас накапливается кортизол. И он накапливается каждый раз, когда вам переносит сроки. То есть вам могут переносить сроки, там, типа, 3-4 раза, а дофамин за это у вас выделится 1 раз. То есть чисто математически этот кортизол, ой, этот дофамин не перекроет вам кортизол, который вы потратили на ожидание. И получается, что ваша инвестиция в эту задачу, она не окупится. И это с вероятностью, там, типа 80%, и так даже тогда, когда у вас эта задача будет выполнена, вы не получите от выполнения этой задачи удовлетворения, потому что инвестиции не были окуплены. Если, конечно, понятно, что вы за это, не знаю, получите там какую-то охуенную премию и так далее, но это точно не мой случай, потому что там была одна очень неприятная ситуация, связанная с тем, что чувак, который мешает проекту, его отметили при максимально высоком руководстве, там, его даже фоточку в одной из презентаций вставили, а мне за это дали, там, у нас есть какие-то бонусные какая-то система, я еще не понимаю, как она работает, и считали бы деньгами, я бы не выебывалась. И мне дали, отцыпали 20 каких-то хуйней, при том, что весь проект тащу я на себе, на мне и аналитика, и реализация задач, и все. И мне даже спасибо при любви не сказали. Причем мне об этом сказала моя коллега, мне было так обидно, ну, то есть, типа, я сижу там ночами, готовлю данные для загрузки по заказу этого чувака, который в итоге оказали, что не нужно было их делать, а его отметили, а меня нет. И это было так обидно, и еще, повторяю, мне еще там пытались присунуть третий проект, я два месяца боролась, чтобы у меня эту задачу отобрали, вернее, забрали, чтобы ей заниматься кто-то другом. Реально, это было очень тяжело, потому что очень большие объемы, но я на эти объемы не подписывалась, и представляете, сколько я потратила кортизола. При этом, ну, типа, я не брыкалась, ничего, я брыкаться начала тогда, когда я просто обложилась цифрами, это, кстати, тоже хороший способ борьбы с стрессом, тогда, когда вы материально или на каких-то цифрах видите результат своей работы, тогда вы получаете дофамин искусственно, за счет того, что у вас задачи эти выполнены, что я молодечек, и начинаете гнуть права. Но тут вот лично у меня есть обратная сторона медали, что я в этот момент просто превращаюсь в обезьяну с топором в серверной. Я начинаю крышить вокруг себя просто все, я просто превращаюсь в монстра. Я еще похуй, кто, что, когда вообще обо мне подумает. Я могу начать какую-то хуесосить, я могу вступать в какие-то, влазить в непонятные конфликты, ну, то есть, типа, короче, я начинаю вести себя просто как хуже, чем обезьяна с гранатой. И задача хорошего руководителя, такого человека, ну, то есть, типа, стрессоустойчивого человека поймать в тот момент перед тем, как он начнет разрушать и как-то с ним провести работу. Для этого обычно существуют там всякие аттестации, там еще какие-то всякие прикольные задачи, если это у вас крупная компания. Но если у вас этого нет, скорее всего, ваш руководитель может этого не уловить, и он поймает вас тогда, когда вы разнесете все просто к хренам, оставите за собой выжженную землю, просто перейдете на другой проект. Поэтому стрессоустойчивость это на самом деле не совсем хорошее качество, потому что в моменте оно дает спокойствие вашему руководителю в том, что вы не станете и не уйдете на другое место, то есть, типа, вы будете максимально терпеть до каких-то пор, пока вы не найдете какой-то рычаг управления. Но как только вы найдете этот рычаг управления, то есть, типа, это прям граната, которая оторвана чекой, которая может быть брошена в толпу, и все, и пиздец. Ну, то есть, типа, это прям очень-очень некрасиво. Стресс нужно уметь снимать на работе. Для этого, кстати, придуманы всякие корпоративы, потому что они дают искусственные, серотонинные, и все такое, то есть, типа, гормоны удовольствия, которые вы получаете. Для этого существует, там, не знаю, всякие беседы one-to-one, типа, когда один на один с руководителем говорит, там, где вы можете просто сбросить пар. Вот. Вы можете, конечно, там, не знаю, заниматься спортом и так далее, но случаи, очень часто бывает такое, что, когда вы долго находитесь в стрессе, вы переходите в стадию выгорания. И тут уже начинаются серьезнейшие проблемы, с которыми нужно бороться будет отдельно. Очень часто кто-то выходит на время из профессии. Отпуск тут точно не поможет, потому что вы вернетесь, вы вернетесь в ту же среду, из которой вы в отпуск в этот уходили. И вы продолжите вариться вот в этом во всем стрессовом, плюс две недели кто-то не выполнил вашу работу. Представляете, какой ужас. Вот. И это прямо на самом деле проблема. К сожалению, работодатели с этим редко вообще кто работает. И, ну, как бы, это тоже может привести к очень неприятным последствиям. Поэтому мои рекомендации, как выработать себе стрессоустойчивость, я дала свои личные лайфхаки, но стрессоустойчивость это не панацея, потому что у этого есть обратная сторона медали в виде того, что накопленный стресс, то есть, как пружина во время стресса сжимаетесь, и тогда, когда пружина может разойтись, разрушения могут быть чудовищными, знаете, когда резинка рвется. Вот примерно такие последствия. Я решила выкладывать это видео без монтажа. Вот. Подписывайтесь на мой канал, выкладывайте его мертвыми чайками на берегу, кричите его во время оргазма. Я рада всем новым подписчикам. Расскажите, есть ли у вас какие-то лайфхаки борьбы со стрессом. Я не говорю про лайфхаки, типа там, не знаю, шоппинг, секс, хуёпинг и всё такое. Ну, типа, стресс хорошо... Стресс... Спорт хорошо снимает стресс, например. Какой-нибудь, не знаю, бассейн хорошо снимет стресс, баня, встреча с друзьями, там ещё что-то. Это всё искусственные методы снятия стресса. Я вам говорила именно вот то, что связано с работой, где вы можете нивелировать эту историю. Вот. Поэтому мы увидимся с вами в следующем видео. Пока. А вы расскажите о том, какие у вас методы борьбы со стрессом. Субтитры создавал DimaTorzok